По поводу ГБ рассказываю сразу, чтобы это было, ну, и сохранилось, как бы, потом в памяти и на видео тоже. Значит, 16 мая я узнал, что у нас нашего члена группы держат в СИЗО Ярослава Васильевича Полиховича. Ну, как я узнал? Мне попал допрос, протокол допроса, и там Ярослав Васильевич Полихович говорит, что, ну, он знает меня давно, что обращался ко мне за помощью, там, за правовой, там, за такой-за секой, и что там, как бы, мы с ним давно знакомы, но в последний год где-то мы с ним не общаемся, как началась так называемая специальная военная операция, типа давно меня потом, ну, в последний год меня не видел, вот, и он мне рассказывает, и он, точнее, в протоколе, а протокол у него допроса, допрос ведет Курденков, всем нам известный, полковник Курденков, да, и он Курденкову в СИЗО рассказывает, что с Каменюком, там, мы не раз встречались, общие собрания проводили, он туда вплетает еще одного человека, который сейчас тоже в СИЗО сидит, на него возбудили дело за комментарий, за комментарий, который он сделал три года назад, такой есть, Володя Стримко, значит, он говорит, что Стримко, Каменюк, там, и еще другие люди группы ГБР, там, встречались и обсуждали варианты самосуда над полицейскими и ФСБшниками, то есть, примерно так, дословно, я это прикреплю все к видео, но, так как вот мы здесь все не раз встречались на наших сборах совместных, да, и все бывали, и все прекрасно знают, что никогда такого не было, чтобы кто-то кого-то там, ну, убирался, там, скажем так, на кол сажать или что-то еще, то есть, все наши встречи приходили всегда, ну, скажем так, либо обучающие какие-то были, там, моменты правовые, либо, там, первая медицинская помощь, либо доктор Курбанов, точнее, рассказывал нам лекции свои, то есть, ну, все прекрасно понимают, что такого не было, это бред, кто-то посмеялся, когда это первый раз сказал, сейчас многие поулыбались, но сам факт, что пытаются, судя по всему, возбудить еще одно уголовное дело, ну, я так понимаю, на меня, как типа организатора преступного сообщества, это статья уже серьезная, это, там, по-моему, 210-я статья, конечно, это фигня, ну, так, с точки зрения реального и здравого смысла, потому что тогда должны быть какие-то прецеденты, случаи, там, смерти полицейских ФСБ-шников на Камчатке, да, ну, то есть, как бы, должны быть, или какие-то покушения на них, или что-то еще, какие-то реальные действия, но пока вот эта ситуация такова, что Ярослав Полихович дал такую информацию. Сам Ярослав Полихович нормальный человек, мы с ним раз встречались, мы вместе помогали инвалидам, возили холодильник, там, я помню, инвалиду безногому на десятый километр. Пока пиарщик Аминюк несет холодильник Михаилу, человеку без ноги, я уверен, что в Министерстве социального благополучия, кстати, помогает Ярослав Васильевич Полихович, недавно тоже попавший в тяжелую ситуацию жизненную, у него пожар дома был, вы видели мой репортаж, вот, я уверен, что в Министерстве социального благополучия, в Министерстве счастья, который создал Солодов, все счастливы, там свыше 40 человек, я надеюсь, что у них рабочий день уже закончился, они молодцы все, и через некоторое время поедут домой с работы и будут счастливо заниматься своими домашними делами. Я начал думать, ну, сначала немножко вскипел, думаю, нифига вот это он дает, бывший мент, там, подполковник, он, по-моему, там, в полиции служил, там, в Сине служил, потом у меня начинает срабатывать немножко другой момент, я думаю, так, в чем он обвиняется, начинаем искать информацию, и нам информация приходит, что он сидит за изнасилованием своей падчерицы. Там тоже ситуация очень такая непростая, они живут, он живет, точнее, с двумя детьми усыновленными, его жена из Узбекистана, ее выслали туда, депортировал Курденков. Судя по слухам, опять-таки же, от Полиховича, который получал Курденков, когда был конфликт между Полиховичем и Кучмеевым, Кучмеев это депутат термального поселения здесь, в термальном, там, и у них был конфликт этой территории, там, у Полиховича дом стоял на реке, ближе к реке, у Кучмева чуть поближе, и у них там были ссоры, там, в итоге у Полиховича дом сгорел, есть подозрение тоже, что мы подожгли этот дом, короче. Ну, суть в том, что Кучемев как-то по пьянке похвалился в банях, термально все друга знают, что якобы он дал денег в Центре и выслали жену узбечку, короче, на родину историческую. Это тоже информация непроверена, это я от Полиховича слышал, то, что он мне рассказывал, поэтому говорю о том, что остались два ребенка у него на руках, но они уже взрослые. Я допускаю, что девочку это могли просто дернуть и сказать, слушай, напиши заявку на этого, твоего приемного папу, потому что, ну, у вас там конфликт, конфликт, ну, действительно был там какой-то конфликт определенный, к нашей общей знакомой Галинии Александровне, когда Полихович приходил вечером, он жаловался, что у него конфликт с дочерью, что он даже ее штукнул, как бы, на таком формате. Естественно, когда у людей конфликт в семье, а кто-то это узнает из полиции, особенно такой вот полиции, которая на подлости заточена, такие сотрудники, они сразу этим воспользуются. Поэтому я допускаю, что Полиховича могли оклеветать, и он, в принципе, и не виноват. Но, находясь уже в СИЗО, ему сказать, парень, ты попал сюда за изнасилование, будут, грубо говоря, там дуплить все зоны, как бы, да, поэтому давай пиши то, что мы тебе говорим. И он вполне мог написать такие показания, вот, типа, что Каменюк там готовился, чуть ли там не ментов там вешать и полицейских, и в смысле, и ФСБшников. Вот, поэтому, вот такая ситуация. Поэтому, чтобы никого не поставлять, мы решили группу вообще закрыть официально, как говорится, улыбаемся и машем всем, там, кто за нами наблюдает. Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Мы закрываем ее, чтобы не было основания для того, чтобы, там, людей дергать, да, правильно, потому что, все равно, людей в группе много было, в одно время было свыше 140 человек в группе до 150. И вот он выходил, кто-то заходил. Кстати, того Володя Стремко, его никогда в группе не было, между прочим. И он никогда не был в наших встречах даже, у которого Палюхович тоже оклеветал, ну, или, может быть, не он. Я даже допускаю, что протокол может быть поддельным. И за него могли написать, расписаться. А сейчас мы, когда начинаем искать Палюховича, выясняется, что в СИЗО его тоже нет. То есть, есть такой момент интересный. Чтобы, например, на суде показания следят предъявить, он должен быть либо мертв, либо он должен подтвердить их в суде прийти. И есть такая вероятность, что его отправили, возможно, на СВО. Тем более, он, типа, сам там был и не против туда поехать. И, может быть, он сейчас там погибнет смертью, как говорится, храбрых героев, так сказать, Российской Федерации. А показания его останутся. И потом, где показания где-то в суде могут воткнуться. Вот видите, Палюхович говорил, что Каменюк там собирался самосуд устраивать над полицейскими и ФСБшниками. То есть, вот так вот закручивается этот детектив. Некоторые мои подписчики говорят, мы за вами наблюдаем, как за детективом. Короче, у вас тут столько всего. Я говорю, ну да, детектив, я говорю, даже отдыхают некоторые детективы. Хотя, конечно, смешного мало, но сам факт, что эти показания снимал Курденков. И там был капитан Корнеев, капитан ФСБ, который тоже подписывал показания, печать поставил. Это тот капитан ФСБ, который Валеру Быкову отвел и потом как бы способствовал тому, чтобы его посадили. Валера Быков на суде на последнем апелляции утверждал, что в своей речи, что многие показания были подделаны. И росписи были подделаны. Исходя из этого, я тоже могу допустить, что эти показания Палюховича тоже могут быть поддельными. И даже может быть подпись там не его. Но бумага будет, печать там стоит ФСБшная. Поэтому я допускаю, что, возможно, могут еще одно дело возбудить в отношении меня. Сейчас она будет закончена в ближайшее время, а может не в ближайшее время, по паркурорским работникам. И просто вот в связи с такой ситуацией непростой. Мы решили группу закрыть и, ну, в общем-то, остаемся просто болтаем, общаемся в разных других группах и все. И, естественно, никаких встреч на 10-м километре мы тоже не проводим. И помещение тоже задано и закрыто. Вот, чтобы не было, опять-таки же, никаких претензий и привязок к этому помещению и к этой группе. Ну, вот и все. Если кого-то из вас будут приглашать себе в связи с этим делом. Ну, вы сами все знаете. Вы прекрасно знаете, что мы никогда ничего не обсуждали подобное. И каждый из вас может сказать, что, ну, это все бред, естественно. Но я могу допустить, что кто-то вот может тоже какую-то дрянь сказать. Если будут вызывать на допросы. Так что такие дела. Всем всего хорошего, всех благ. Я надеюсь, что все будет хорошо. А там посмотрим. Будь добры. Все, до свидания. Друзья, это видео было снято порядка двух недель назад. За эти две недели, конечно, удалось еще какую-то информацию нарыть. По крайней мере, все-таки стало известно. Хотя, опять-таки же, лично нет никакой возможности проверить. Но вроде как бы стало известно, что Полюхович Ярослав Васильевич находится в СИЗО. Адвокат у него Самарин ГВ. Я такого не знаю. Но вот пока такая информация поступила. Если кто-то знает, может быть, мне контакты его сбросят. Следователь ведет его дело в Следственном комитете. Это Попов Максим Викторович. Также за это время, за прошедшую неделю, тоже произошло интересное событие. Есть такой сайт «Подделка гражданин 41». Это сайт «Подделка» на сайт Андрея Ашотовича Саркисяна. Ну и там все с гомосексуальным уклоном пишется постоянно. То есть там какой-то озабоченный сотрудник ЭЛИБА ФСБ постоянно публикует всякие мерзости. Ну я почему-то говорю, потому что в четверг появилась публикация о том, что Владимир Стримко дал показания. Явку с повинной, находясь в СИЗО. Я уж не знаю, какую явку с повинной он давал, потому что если говорить про какие-то обсуждения, то их в принципе не было. Если он говорит про свои комментарии, ну возможно, что действительно он решил признать, что он когда-то там три года назад написал комментарий где-то в какой-то социальной сети. Но самое интересное, что в четверг появилась публикация, а об этом никто не знал, кроме оперативника, который с ним работал в СИЗО. Кроме, естественно, следователя из ФСБ, я так понимаю, это тот же самый Корнеев в виде этого дела. Ну и даже адвокат не знал. Адвокат узнал только в пятницу об этом, что ее подопечный дал в СИЗО явку с повинной. Вот канал «Гражданин-41» оказывается уже все знал. Вот, поэтому у меня к вам, особенно ко всем тем друзьям, знакомым, которые когда-то были в группе ГБР, и в ней еще до сих пор остаются и не вышли, просьба. Потому что, насколько мне известно, многих людей уже за это время ломали, конкретно сотрудники ФСБ, Центра Е, пытались их заставить сочинять то, что они якобы планировали с каменником, там какие-то незаконные действия. Ну вот, видите, одного человека прихватили за изнасилование, опять-таки же, я не уверен, что это было на самом деле изнасилование. Ну вот он там вроде какие-то показания дает. Сейчас неизвестно, как Володя Стринко, что он там будет говорить, но я надеюсь, что он не будет лгать и не будет там что-то выдумывать. Скажет действительно правду, то есть, что такого никогда не было. Ну а там по своим делам, которые у него идут там по комментариям, это опять-таки же его вопрос. Делал он их, либо не делал, он писал, либо не он писал, и так далее. Ну а к остальным, ко всем, просьба быть внимательными, потому что я думаю, что в группе ГБР по-любому из 100 с лишним человек как минимум один, а то и два человечки были стукачами, которые, возможно, сливали информацию там в Центре, там куда-то еще, может ФСБ. Ну они, конечно, тоже прекрасно знают, что никаких обсуждений там не велось, но тем не менее, они знают также, кто в этой группе был. И поэтому кого-то могут слить по кому-то информацию, вас будут дергать и пытаться уломать какую-то гадость, какую-то клевету, сказать в отношении меня. Ну, соответственно, я думаю, все люди взрослые, все вы прекрасно понимаете, что наговаривать нельзя ни на кого. И более того, наговаривая на меня всякую гадость, вы в том числе наговариваете на себя-то, по сути, и наговариваете себе также участие в неком там преступном сообществе. Хотя, естественно, очень много людей уважаемых было в этой группе, всегда до сих пор еще остаются, которые прекрасно знают, что никогда ничего такого подобного даже близко не обсуждалось. Даже если были какие-то провокаторы, которые в группу заходили, там какие-то призывы кидали, мы их либо удаляли, либо просили прекратить всевозможные присылы и глупости распространять в данной группе. Данная группа всегда действовала исключительно в рамках тех или иных законов, действующих на территории Российской Федерации, применяемых на территории Российской Федерации. Поэтому никогда ничего связанного там с экстремизмом или чем-то еще никогда, естественно, не было и, естественно, уже не будет. Более того, еще один факт интересный, я почти год не администрировал данную группу, почему? Потому что то был под запретами определенными, потом был в СИЗО, потом был под домашним арестом, то есть вообще без доступа к телефону был долгое время. И опять-таки же там накрутить какие-то вещи, я не знаю, там насочинять что-то, что было когда-то там давно, много лет назад, но тоже не знаю, короче, хотя, друзья, что даже сказать. Если даже где-то там меня прихватит опять, то доступ к моим социальным сетям есть у людей, которым я передал управление над каналами и социальными сетями с названием Александр Каменюк. Поэтому, я думаю, информацию в любом случае будете получать. Что еще сказать? Я вам прикреплю еще сюжет по Ярославу Васильевичу Париховичу, который у него был в термальном, один из первых, который я снимал по его конфликту с Кучмеевым. Ну и, может быть, вы какую-то информацию еще знаете по этой ситуации, я имею в виду по последнему, по его отношениям с падчерицей, по изнасилованию, либо неизнасилованию. Если какая-то информация у кого-то из вас есть, пишите, звоните, сообщайте, ну, будем, соответственно, разбираться и будем как-то тоже, может быть, включаться в его защиту. То есть, если там реально идет наговор и оговор, и клевета, и его реально подставили для того, чтобы он потом давал какие-то негативные показания в отношении других людей. При этом повторюсь, что Парихович никогда не был знаком со Стримкой, никогда вместе, даже рядом они за одним столом не сидели, не говоря уж про другие какие-то вопросы, которые были там в показаниях Париховича напечатаны. Ну, до скорых встреч. Смотрите сюжет с Ярославом Васильевичем Париховичем из термального, четырехлетней давности. И, может быть, тоже какие-то еще у вас интересные моменты всплывут. Пишите, комментируйте. Возможно, любая информация пригодится для защиты. Вот встретил своего старого знакомого, Париховича Ярослава Васильевича, и, как выяснилось, у него здесь очень серьезные проблемы с соседями. Сосед у него, как оказалось, главный инженер базы «Сыпучка», да? Да. Губернаторская база «Сыпучка». Да, Кучмеев Геннадий Владимирович. Кучмеев Геннадий Владимирович. И Геннадий Владимирович Кучмеев, насколько я понял, он вам перекрыл тут все жизненно важные ресурсы. То есть, воды у вас нет сейчас, да? Да, с 2018 года мы живем без холодной воды. Приходится вот воду возить, вот буквально в канистрах приходится воду возить для того, чтобы приготовить себе еду там. А вот вы знаете, что он работает на базе у губернатора Илюхина. Вы обращались к правительству Камчатского края? Да, я обращался, я хотел, чтобы, ну, письменно обращался, есть копии этих заявлений обращения, чтобы его успокоили, чтобы он в быту вел себя более скромнее. Все-таки представитель Камчатского края, серьезная база «Сыпучка», правительство. Однако реакции ноль, ему вообще он еще более агрессивный стал еще после. А у вас, получается, супруга узбечка, да, была из Узбекистана женщина? Она есть, потому что он депортировал ее. То есть, получается, что ее депортировали незаконно, я так понимаю? Да, а вот при помощи данного вот этого соседа. А откуда вы думаете, что по нему? А он сделал то, чтобы специально приходил, вот как сейчас, провоцировал, оскорблял ее. А вот он стоит, ага. Да, ты ухвейская жирная свинья, ты там то. Полиция обращалась, полиция ноль. Она немножко защищала себя, он ей провокации делал. А вот я слышал, ну, у нас Пономарев, Андрей Степанович, правозащитник, он тоже занимался вопросом незаконной депортации граждан иностранцев с нашей территории. И он говорил, что там товарищ Курденков такой, соделый подполковник, что он за деньги такие вещи делает. Да, дело в том, что сам Кучемльев по поселку упустил слух, что он заплатил для депортации моей супруги. Спасибо, Камилу Курденкову, заплатил 60 тысяч Курденкову. Курденкову именно, да? Да, именно, да, он заплатил, проплатил. Ну, это все пока на уровне слухов, как бы мы не можем документально подтвердить. Да, конечно. Такие слухи ходят по поселку, да? Да, он посеки, да, он тут болтает все. По пьяни в бане, короче, да? Конечно, да, да, рассказываю. Владимир Владимирович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы правда Курденкову 60 тысяч рублей дали, чтобы он депортировал супругу Полюхевича? Конечно, это ложь. Это ложь? Ну, товарищ Каменюк, я не пришеду в правительство, хочу сказать, ну, вы работаете на Илюхина просто. Я обычный главный инженер. Обычный главный инженер, у которого небольшая манья величия началась, да? Который имеет уголовное дело. Да вы что? Да, за обезбление моей жены. Да вы что? Вступившую в законную сию. Я не удивлюсь, если уголовное дело возбудили за большие денежки, которые вы заплатили тому же Курденкову, например, да? Не удивлюсь. Вы будете отвечать? Мне ничего не кажется. Я вижу человека-негодяя, который оскорбляет людей, который перекрыл им воду. Ну, конечно, я даже сейчас мимо проходил, вы разве не оскорбили его, когда мимо шел? Нет, конечно. Ну, да, ну что вы? Вот вы брешьте прямо на камеру в лицо. А, вот это. Да, я прошу. Ну, хорошо, что вы не вызываете в суде. Отлично, отлично, да. Очень буду рад с вами встретиться в суде, конечно. Когда вы воду подключите к человеку? Вот вы решили его, его семью воды решили. Коммунальная служба. Значит, он не допускает сантехников, не допускает, он не будет перекрытым краном. Сантехников не допускает, ему уже два года без холодной воды. Два года? Два года, 18-19 год. То есть я так понимаю, что этот товарищ, раз он работает на губернатора, он считает, что он вообще выше всех. Да, да, да. Вот он, когда поступил, в конце 14-го года на пресс-базу Супучка, главный инженер стал, все, у него пошла распальцовка. Кукушка поехала, да? Он начал, да, он начал перекрывать дорогу, перекрыл сначала, делал бугор. То есть, чтобы вы не смогли к своему дому дожить? Да, вообще, постоянные препятствия. Я к нему говорил, говорю, давай по-соседски по-нормальному, говорю, давай. Он, да вот, там то, потом берет мне, я не мог доехать, возле дома в останах. Он мне берет, колеса протыкает, шуруповертнул, загонял шурупы. А у вас есть на видео еще, вот как он оскорбляет вас на видеозаписи, есть? Есть, конечно, есть. Вы мне скиньте, пожалуйста, тоже, чтобы я опубликовал это в камчатских средствах массовой информации. Вот он постоянно посылает бабушку, все, 80-летнюю бабушку посылает. Она здесь не живет, видите, она не живет, она жить здесь не будет. Потому что она не дает жить, да? Он посылает, толкает ее. Я говорю, не фотографируй, я говорю, не фотографируй, я говорю, не фотографируй. Ушла отсюда, ушла. Ушла отсюда, ты, не фотографируй, сказал. Не бей. Я говорю, уйди, скотина, ты собаку свою бери, я сейчас на суд на тебя подам. Ушла отсюда. Иди ты сама в свою козу. Убеги в козу. Дает вот эти всякие препятствия, создают изгустные, чтобы нам сделать. Он детей, детей, значит... Так как он и водит, если с ним воды нет? Что же вы врете тут нагло? Ну да, невязанное все. Вот, и это самое, и ситуация в чем? Значит, детей... Поговори своим судем. Да, я уже это услышал. Да, значит, детей, он, это самое, приют, как бы, они же... Обещал сдать ваших детей приют? Нет, так они были в приюте, я потом забрал их, да. Он, когда супругу... Когда супругу депортировали, супруга, да, он начал на детей наезжать, заходили с бабушком, заходили. Вот, и конкретно вот эти моменты все. Он уголовник. Да, в чем он уголовник? Часть первая статистика 15-й. И нанес побои моей жене. Получил за это... Среди спортиза была? Ну да, там было, у меня там, короче, подтасовка там, он специально сделал, вот эти моменты все. Забодили? Да, да, да. Забодили? Бабки башляют, прокуратура у него все схвачена, сколько моментов было. И люфинские, короче, клетки. По нолям вообще. Я диктофоны записю, они по нолям. То есть вы доказательства предоставляете в органы дознания, они не работают? Да, доказательства, они не реагируют. Ну это я с этим сам сталкиваюсь, наверное. Да, засутим состава события, состава преступления, состава там правонарушения. Но отказывают, я знаю, да. Да, отказывают. Точно так же, как я служу с камчатским репортером, полгода ничего они не делают абсолютно. Ну что ж, Геннадий Владимирович, я надеюсь, что вы станете известным человеком в нашем крае. Вы это лицо не прячьтесь за телефоном. Что же вы лицо за телефоном прячете?